Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами посмотрим на прекрасных, чудесных картах Таро. Это всемирно известная колода добра и света, что ворвется в вашу жизнь. У нас с вами будет четыре варианта ответа. Загадывайте от одного до четырех. Ну, а кто не любит загадывать, можете посмотреть все четыре варианта. Мы посмотрим сейчас, что же ворвется в вашу жизнь. Четыре варианта. Так, посмотрите внимательно. Загадывайте. Можете загадать что-то на периоды, да. Например, ворвется в вашу жизнь первую неделю, а вторую, третью, четвертую в разном порядке или же помесячно, как вам угодно. Можете загадать две-три позиции, сколько хотите, а можете посмотреть все четыре, если вы сомневаетесь. Смотрите внимательно, делайте свой выбор и пишите в чате ту позицию, которую вы выбрали. Или, может быть, все позиции. Первая, вторая, третья, четвертая. Также эти позиции вы можете загадывать для своих родных, близких, людей. И мы с вами начинаем. Кто не успевает, поставьте на стоп. Ставим на стоп и начинаем смотреть. Итак, первый вариант. Что ворвется в вашу жизнь? Ну, конечно, в вашу жизнь ворвется большая любовь. Туз воды, туз чаш – это большая любовь, взаимная любовь. Но это карта еще удовлетворения, счастья и радости. Карта исполнения желания в любой сфере. Это может быть как личная жизнь, точно так же. Это может быть и финансовая сфера, когда деньги льются к вам рекой. Потому что вода всегда ассоциируется с деньгами. Жемчужина, богатство, счастье от того, что вы получаете. Также жемчужина – это беременность или начало какого-то дела своего. Девятка воды – это, конечно, большой праздник. Это может быть даже свадьба. Может быть, вы на каком-то празднике жизни познакомитесь. Может быть, после вашего знакомства последует грандиозная, большая, пышная свадьба. Но это большое празднование. И в вашей жизни наступит тишина, четверка воздуха. То есть это тишина и спокойствие, полный штиль. Девятка дня – это огонь внутри вас. То есть, смотрите, конечно, вам захочется уединения, вам захочется быть вместе с этим человеком. Но страсти, которые будут бушевать внутри вас, они будут только ваши. И шестерка земли – это помощь ниоткуда. Помощь свыше. Помощь небес или высших сил – это финансовое поступление. Кстати, кто не рассматривает все-таки любовную сферу, это может быть поступление денежных средств. Может быть, вы найдете новый источник доходов, но однозначно деньги у вас будут. И причем это, знаете, карта такая кармическая, я бы сказала, шестерка Пентакли, шестерка земли. Что когда-то вы кому-то помогали, и сейчас вам вернется столица. Или, например, вы кому-то раньше занимали деньги, сейчас вам вернут с процентами. Вот что-то с процентами, какие-то финансы вам будут, какие-то выплаты. Очень интересный расклад у нас с вами получился. Оставим для медитации тут воды и смотрим второй вариант. Итак, что здесь? Очень интересно, но здесь однозначный возврат. Кто-то вернется из прошлого. Это может быть встреча любовного характера, может быть встреча ваших друзей, коллег. Может быть работа, на которую вы хотите вернуться из прошлого. Но что-то из прошлого к вам скоро постучится в вашу дверь. Карта башни разрушения каких-то стереотипов говорит о том, что вы не ждали. Это такой, знаете, будет грандиозный нежданчик для вас. И просто мир весь рухнет вокруг вас, потому что это будет что-то, знаете, какое-то вторжение в вашу жизнь. Когда вы уже забыли об этом человеке, вы уже не помните, и знать его уже не знаете. И вдруг, вот знаете, все вокруг рушится, все вокруг падает, да. А почему падает и разрушается? Потому что всегда на месте старого разрушенного всегда можно построить что-то новое. Опять-таки вы видите здесь шикарная башня, да. Но также это еще может быть ограничение и какое-то заточение башни. Шестерка воды – это возврат. Ну, знаете, как вариант, да, кто-то вернется из тюрьмы или кто-то вернется из, может быть, какой-то клиники. Или, может быть, человек болел и долго лежал в медицинском учреждении из больницы, возвращение из больницы. То есть человек, который был когда-то лишен возможности с вами видеться, да. Может, какие-то непреодолимые силы мешали ему, может быть, неопреодолимые препятствия. Или, может быть, родственники, которые мешали вашей встрече. Но вот сейчас, наконец-таки, вы встречаетесь. Может быть, границы были закрыты, да, и человек находился за границей. И сейчас вот у него появилась возможность увидеться с вами. Конечно же, сначала для вас это шоковое состояние, но потом посмотрите, какая карта. Карта мир, гармония, созидание, счастье, любовь, совершенство, воссоединение, воссоединение, десятка пентаклей, воссоединение семьи, поступление денежных средств. То есть человек одарит вас золотом, бриллиантами, какими-то подарками, с деньгами приедет, с приятными новостями приедет, да. Четверка огня – это ваш дом. Это дом, полная чаша. Это созидание мира и спокойствия. Это соединение, создание семьи. А может быть, вы решите вместе жить. Это расширение площади. Кстати, купля-продажа, недвижимость по этой карте прекрасна. Съем или сдача жилья. А может быть, вы захотите взять домашнее животное или действительно выйдете замуж и женитесь. Это также он говорит о надомной работе. Десятка пентаклей, поступление денег, да. Что-то вот в доме будет у вас коренным образом меняться. Но вот человек какой-то появляется в вашей жизни. Это может быть, еще раз повторю, как и любовная сфера. Это может быть и друг, просто подруга издалека, да, которого вы давно не видели. Или работа, да. Вот, например, разрушение башни. То есть вы увольняетесь, например, с какого-то офиса уходите, да. И возвращаете вопросы в прошлого. То есть заканчиваете эти вопросы. И четверка огня – это может быть надомная работа. То есть вы захотите сами на себя работать. Десятка земли, поступление денег в семью. Понимаете? То есть хорошая карта выпадает. Вот такие интересные события ворвутся в вашу жизнь в скором времени. Давайте теперь смотреть вариант номер три. Ну, тут вообще, такие кармические карты, я бы сказала, смотрите. Карта императора и карта верховной жрицы. Кто загадал третий вариант, я вас поздравляю, девочки, мальчики. У вас уникальные экстрасенсорные способности. Вы настоящая ведьмочка или ведьмак, да, который имеет большую силу и может управлять этим миром любви. Здесь у нас финансовые новости. Что-то вам придет или смс-очка или какие-то весточки о финансах, что скоро получите. Или, знаете, как в конверте зарплата, а может быть, знаете, это еще на банковскую карту упадут ваши денежки, да, заработанные. Восьмерка воды говорит о том, что вы недавно вернулись из какого-то жизни на попутешествие, да. То есть это путешествие, когда вы искали себя, познавали себя, узнавали, да, такие мыторства, хождение по мукам. То есть вы, может быть, бросались со стороны в сторону, искали выход из положения, либо же, может быть, искали работу. Но вот вам открылось ваше внутреннее я, да, это карта внутренних способностей, карта Луны, карта Верховной Жрицы, карта внутренних возможностей. Вы поняли, что вы можете совершенно по-другому жить. Еще старший аркан – карта правосудия. Вы все взвесили в своей жизни, теперь вы понимаете, как идти, куда идти. Карта правосудия – это победа в судебных каких-то заседаниях, если у вас идет суд. Это карта равенства, независимости, исполнения желаний. И причем все это, знаете, по закону Божьему, по справедливости. И карта император – вот такой мужчина, шикарнейший мужчина идет вам навстречу. Для женщин – это знакомство с высокопоставленной личностью, да, как, впрочем, и для мужчин. То есть это может быть нужный человек, это можно рассматривать и как в любовной сфере, да, человек, который для вас, который в обществе лев, да, в социуме лев. Но это также может быть карта и для мужчин, и для женщин. Повышение в должности, по службе, изменение статуса. Потому что лев, да, он возвышен, он, видите, он не на земле, он где-то наверху. Повышение. Может быть, вас повысят в должности. Может, вы меняете статус, женитесь или замуж выходите. Вот такие вот интересные изменения ждут вас в ближайшее время. Кстати, карта правосудия, она тоже может сыграть в данном случае роль замужества или женитьбы, да. Все по закону оформлено, документально оформлен ваш брак или союз. Точно так же карта правосудия может говорить о подписании иных документов. Ну, например, вы встретили нужного человека, чиновника какого-то, и подписываете какие-то договора, купли-продажи или поездки какой-то. То есть оформляете какие-то бумаги, заключаете сделки и договора. Вот такой интересный у нас вариант номер три. И мы с вами сейчас смотрим вариант номер четыре, да. Четвертый вариант. Что у нас здесь? Ну, здесь вы ждете поступления финансов от своей работы, и вы их получите. И даже помимо этого у вас еще какие-то скопления. Или вы будете откладывать, или скопления, которые вы, может быть, будете вкладывать куда-то, это вложение, да, по колесу фортуны, перед этим, конечно, у вас были какие-то мыторства. Пятерка воды – это какие-то потери. Тройка воды – праздник. Извиняюсь, почему-то мне пошла пятерка, да. Смотрю, тройка. Тройка воды – это праздник. Нет, мыторств никаких здесь нет абсолютно. Ждет вас праздник и ворвется в жизнь какой-то праздник. Маленький праздник, да, это может быть общение с вашими подружками, пару подруг, то есть вот две какие-то особые. Может, вы встречаетесь на чаепитии, кому-то в гости идете или сами. Может быть, в гости кого-то пригласите чаепития, какое-то торжество, чьё-то маленький день рождения, такие, знаете, девичьи посиделки. И, конечно же, вот через знакомство, через ваших подруг, через какое-то общение или маленький праздник, вы можете встретить свою большую, огромную любовь. Карта силы внутренняя, да, внутренняя я. Но у меня всегда эта карта выходит на любовь, да, мужчины, женщины. Мужчина в социуме – лев, а дома он – ягненок, да, такой под вашим каблучком, под вашим началом. И вы руководите процессом или парадом. Тройка воды – это, вот знаете, как будто бы подружки вас познакомят или поспособствуют этому. Или на каком-то маленьком празднике вы можете встретить этого человека. Не отказывайтесь, ходите на все мероприятия и праздники. Восьмёрка земли, ещё раз повторю, что это деньги, поступление денег от вашей работы. Императрица, знаете, такое впечатление, что вам особенно и работать не нужно, да. У вас такие закрома, везде есть какие-то скопления денег, да, или поступит достаточное количество денег, которые вы можете отложить. Карта императрицы ещё может говорить о зачатии, о начале каком-то деле. Может быть, вы как зёрнышко сажаете, да, начинаете работать, например, где-то. Это начало работы, начало ваших отношений, да, вот такой зародыш, который потом превратится в полноценную или работу, или полноценный какой-то объект, если вы в строительство вкладываете. Но вот во что-то вложение, это зачатие, это беременность, да, в широком смысле понимание этого слова. Карта колесо фортуны. Однозначно исполнение желания, это как два кольца обручальных, когда вам делают предложение руки и сердца, да, как в зеркало вы смотрите в колодец, вот интересно здесь изображена картинка, да. Исполнение желания в любых сферах, и всё по воле Божьей, всё по колесу, да, вот сейчас ловите момент, пока фортуна повернулась к вам лицом, вы можете воспользоваться, загадывать желания и делать что-то в своей жизни, какие-то грандиозные перемены. Давайте для медитации я всё-таки положу колесо фортуны, это хорошая карта. Вот такие вот у нас сегодня получились расклады, довольно-таки позитивные, интересные, дорогие мои. Я надеюсь, что вам было интересное догадание и, конечно, было хорошей подсказкой. Не забудьте пальчик вверху слово «благодарю», а я желаю всем мира, добра и счастья. Всем пока-пока!